Коллеги, начинаем после матчевую пресс-конференцию в Ярославле. После матча Локомотив Салават Юлаев. Первым, подвести итоги матча, ответить на ваши вопросы. Готов онлайн-тренер команды гостей, Томми Лемси. Мистер Лемси, your comment about the game. Комментарии по игре, пожалуйста. Спасибо. Ну, мы начали хорошо сегодня. Я думаю, в наших первых 20 минутах было очень хорошо хоккей. И мы получили один гол. И все смотрели хорошо. Но второй был очень тяжелый для нас сегодня. Много пеналтия, много пеналтия. И я думаю, что это был главный причин, почему мы были трудными. Третий, последний матч. И это было самое время. В последние 20 минуты, Европы 3, это было очень тяжело. И это было тяжело, тяжело вернуться к матчу. И большинство пеналтия считали, что это не было тяжелых. И не было риски. И это было так, что последний матч. И это было не так, что было хорошо хоккей. Но теперь мы на тренировки номер 4. И мы все счастливы. И мы можем начать в доме. Мы достаточно хорошо начали первый период. Нам он удавался, забили гол. Что касается второго периода, очень сложно сказать. Наверное, повлияли, в первую очередь, удаление соперника. Удаление, наше удаление, повлияли на игру соперника. Они очень мощно провели второй период. А третий период, да, уже, может быть, где-то мы старались... Когда ты уступаешь в счете, три шайбы, ты где-то уже немножко... Это последняя игра на выезде. Стараешься чуть-чуть поспокойнее сыграть, где-то бережешь себя. Поэтому достаточно сложно было игру уже спасти. Мы довольны тем, что мы закрепились на четвертой строчке в Восточной конференции. И поэтому сейчас нас ждет плей-офф. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Сегодня много коллег из Уфы подключилось. Но давайте с пресс-центра арены начнем. Если там есть вопросы, у коллег из Ярославля слушаем. Да, мистер Лямса, перед началом сегодняшнего матча было уже известно, что Авангард обыгрывает Борис. Насколько изменилось настроение вашей команды, учитывая то, что у вас уже не было шансов занять первое место в дивизионе? Спасибо. Что касается вашей команды и вашей команды, потому что Авангард обыгрывали про Борис. У вас есть какие-то влияния на вашей команды сегодня? Нет, я не думаю. Как я сказал, мы начали очень хорошо. Конечно, мы хотели быть командой номер два, но ничего не было. Никакого влияния прямого не было. Спасибо. Еще один вопрос с пресса. Трай Сергей Кольцов. Слушаем, Сергей. Сегодня ваше первое звено сработало на Ярославском льду на ноль. Это связано с игрой Локомотива, с нейтрализацией его? Или уже ваши ребята первого звена ударного готовятся к играм плеев? Если вы говорите о вашей первой импорт льду сегодня, то есть у вас были хорошие работы для Локомотива сегодня? Или вы просто думаете о плей-оффе? Я думаю, что сегодня, оппоненты, голи, сделали очень хорошие работы. На первой льду, они создали достаточно возможности. Я думаю, что Хартиканен был на то, что два, и это было очень, очень близко. И они работали хорошо. И, конечно же, для них третий период уже не было так хорошо. Но сейчас я очень счастлив, как играли. Спасибо. Ну и коллеги из Башкортостана, если у вас вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Генис Таипов, Горобзор.ру. Первый вопрос с Томми Лампти. Ну, ставите ли вы себя неудовлетворительно за регулярный чемпионат? Ведь недавно вы сказали, что ваша задача побороться за второе место на востоке. Можно сказать, что вы получили плохое место на востоке на востоке на востоке на востоке на востоке на востоке. Я очень счастлив, как мы играли на востоке на востоке на востоке на востоке на востоке. Мы были очень трудны с тем, что мы были очень трудны с COVID-19. И если вы сейчас посмотрите наши игры после вечера, то это было очень хорошая перформанса для нашего команды. Я очень счастлив. Мы довольны тем, как провели сезон. Если мы вспомним, что для нас очень непростая осень, в том числе из коронавируса. Если смотреть на игры после уже наступления Нового года, то мы можем оценить, насколько наш уровень вырос. Поэтому с этой стороны мы довольны результатом, который есть. Второй вопрос. Вам не кажется, что вы большое количество сил зря бросили на конец регулярного чемпионата? В итоге остались на четвертом месте. Место в таблице даже не поменялось, а сил потратили довольно много. Вы не думаете, что это не так хорошо для вашей команды? Вы пытались взять вторую позицию, или третью позицию. Но у вашей команды было много сил, а у вашей команды было много сил. Что вы думаете о этой моменте? Может быть, вы просто должны играть слегка. Может быть, что-то такое. Потому что место не важно сейчас. Это же место. Что вы думаете о том, что вы пытаетесь заниматься сильным силам? Потому что конец регулярного сезона был слишком тяжелым для вашей команды. Много игроков. И место было так же. В первом месте. Так что вы не получили результаты? Я думаю, что мы сделали очень хорошо конец регулярного сезона, как я уже говорил. Это было огромное для нас. Я думаю, что самое главное, что нам удалось, это как раз-таки получить преимущество своего льда. И я думаю, что мы хорошую работу проделали. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Метя Корсити, позвольте продолжить. В концовке снимали вратаря и играли с пустыми воротами. Прокомментируйте это несколько минут. Покомментируйте несколько слов о конец регулярного сезона. У тебя не пытались играть в пустыми воротами. Что ты пытался сделать? Да, я думаю, что это был хороший момент, чтобы практиковать ситуацию. Как настоящая ситуация, когда у тебя есть 6-4. Потому что в игре вы не знаете, как все происходит. И поэтому я хотел попробовать. Мы решили воспользоваться такой опцией. Потому что в плей-офф всякое бывает. И поэтому не часто как раз-таки такой шанс впадает. Однако надо к этому быть готовым. Поэтому мы решили разыграть ситуацию как раз-таки 6-4. Попробовать, как мы будем с ней справляться. Долго в центре четвертого звена играл Пименов. Последние два матча Картаев. Как будете решать вопрос, кто будет основным центром там в плей-офф? В первую очередь, он был в плей-офф. И он был в плей-офф. И сейчас он в плей-офф. Как вы решили, кто будет играть в плей-офф? Карттаев, он был в болезни. И я хотел ему дать свой стенд. Так что он готов и начать в плей-офф, если нужно. В первую очередь, самое главное было предоставить Картаеву игровое время. После того, как у него было повреждение, поэтому он пропускал на игру. Поэтому мы решили в конце как раз-таки дать ему возможность играть в черт-мозвине. И последний от меня вопрос. Оцените игру Метцела. Вы говорили, что он готовится к плей-офф. Но он сегодня четыре броска за период пропустил. У меня все, спасибо. Как вы можете оценивать Метцела сегодня? Потому что это просто четыре шутки, четыре гола. Если вы говорите о его игре сегодня. Потому что раньше ты говорила, что он просто готовил для плей-офф. Да, но это все. Поэтому он играл сегодня. Он имеет хорошие ощущения. Он готов. И, как я уже говорил, у нас есть два очень хороших голова. И сегодня Метцела, основной задачей, он готов. Потому что Тарасов играл в игре. И сегодня это был Юхас. Ухас. Но как вы можете оценивать игр? Как вы думаете о его игре сегодня? Это был очень тяжелый игр для него. Это все. Для него, да, сегодня достаточно непростой матч выдался. Но если говорить о том, как возвращаться к тому, что я до этого говорил. У нас два хороших голкипера. И поэтому мы решили сегодня бросать практику Метцели. Потому что до этого я несколько игр провел Тарасов. И как раз таки с этим связано сегодня его появление. Плюс у него было хорошее самочувствие и хорошее настроение. для того, чтобы все это сыграть. Владимир Бакуленко, Хээлло, Томми, добрый вечер. Почему в последнее время матч против Локомотива крайне неудачно для Салавата получается? Почему последние матчы против Локомотива каждый раз очень тяжело и тяжело для вашей команде? Я не знаю. Локомотива – это очень хорошая команда. И они были очень эффективны сегодня. Например, в 2-м период. Не так много соревнований, но они были очень эффективны. И мы были очень эффективны. Но против Локомотива играли очень хорошие игры сегодня. И это причина. Я думаю, ключевой сегодня, что Локомотив был достаточно эффективным в завершении своих атак. Потому что у них было не так много возможностей голевых. Однако они все использовали. Несмотря на то, если сравнить с нами, с нашей командой. Потому что мы тоже много создавали. Поэтому я думаю, что игра голкиперов как раз таки стала ключевой. – Коллеги, давайте будем объективны. Да, Томя, спасибо за ответы. И удачи в плыве. Спасибо. – Добрый вечер. У меня есть один вопрос. – Коллеги, давайте продолжим пресс-конференцию. Главный тренер команды Локомотив Андрей Владимирович Скобелко. Андрей Владимирович, у вас с победой, с окончанием регулярного чемпионата. Ваш комментарий по игре. – Да, спасибо. Спасибо. Хорошая игра, хороший раздражитель. Сильный соперник. Девять матчей не проигрывали. Поэтому, в общем-то, в такой интересный хоккей играет. И у нас получилось, да, получилось сегодня. Я уже сказал, что первый период, наверное, больше. Ну, где-то равный, но с небольшим, наверное, преимуществом. Салавата прошел со второго периода. Во втором периоде нам удалось перевести игру в зону соперника. Начали создавать моменты. И, в общем-то, не просто создавать, а использовать их. Поэтому хорошие голы забили. Ну, а в третьем периоде, наверное, уже как-то так играли достаточно уверенно и довели матч до победы. Спасибо. Спасибо. Начнем опять с вопросов из предцентра арены. Коллеги, пожалуйста, если есть, задавайте. Да, Андрей Владимирович, у вас с победой, с окончанием регулярного чемпионата. Вот Салават Юлаев такая команда с ярко выраженной первой тройкой, хорошей первой тройкой. Но, тем не менее, в сезоне вы их дважды обыграли с общим счетом 9-1. Вот насколько, действительно, и в сегодняшнем матче, в том числе, вы подстраивались под это звено, просили ребят сыграть? Или все-таки был какой-то простой план, да, какого-то персонального, в общем-то, персональной опеки не просили финнам сделать? Спасибо. Нет, да, было задание, было задание именно, когда выходит этот звено. Ну, я не скажу, что это команда одного звена. Я думаю, это, наверное, такой стереотип, который был в предыдущие годы. Салават в этом сезоне, в общем-то, такая цельная команда достаточно. Да, может быть, они, эта тройка играет, может, чуть ярче, но в целом команда смотрится такой достаточно мощной. А, ну, то, что касается этой тройки, ну, да, были нюансы, которые мы ребят просили учесть, когда эта тройка налью. В остальном, в принципе, в общем-то, все было, как бы, командная подготовка к матчу. Спасибо, коллеги. Так, Сергей Кольцев, пожалуйста, Сергей, слушаем. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, кто из ребят, прибывавших в Лазарете, сможет уже встать в строй на первые игры пле-офф? АТ, АТ «Офтума». И по «Сквале» тоже самое. Спасибо, коллеги из Башкортостана. Есть ли у вас вопросы? Нет, Сергей Курицын, тогда последний вопрос и переходим к игрокам. Да, Сергей, слушай. Да, Андрей Владимирович, если можно, два вопроса. Вот насколько вас убедило в этой домашней серии Илья Коновалов, который действительно здорово сыграл, и по итогам регулярного чемпионата, насколько, в общем-то, вы выполнили задачу, которая ставилась, наверное, перед сезоном? Спасибо. Ну, Илья Коновалов достаточно уверенно сыграл, конечно. Он воспользовался, скажем, моментом тем, что мы ему дали столько матчей подряд провести. И, в общем-то, я уже говорил после прошлой игры, что считаю, что у нас очень достаточно сильная вратарская позиция. То, что касается общего окончания сезона и задачи, вы спросили или реализация задачи? Ну, наша задача первая, конечно, была начать плей-офф дома. С этой задачей мы справились. Ну, конечно, практически, я уже говорил, мы большую часть сезона находились в тройке. И, естественно, не хотели мы из нее, скажем так, выпадать. Ну, как получилось, так получилось. Спасибо, коллеги. Андрей Владимирович, вам успехов плей-офф в играх с Викеритом. Да, спасибо, спасибо. Коллеги, продолжаем с игроками от команды Слава Невайб. Сегодня в этом матче я готов высказаться тему Кайнер и Юг Коменцева и команды. Кайнер Коменцева, Юг, о том, что вы думаете о игре? Тайта игра. Это был второй период, когда мы получили много пеналтий. Это был последний матч, когда мы получили 4-1. Да, это достаточно непростой матч для нас получился. Я думаю, ключевой момент, что во втором периоде мы получили достаточно много удалений. И после этого счет стал 4-1, и уже было сложное игру с мастером. Юг, Юг? Да, это ступые команды, которые играли в последний матч. Я не знаю, сейчас это закончилось. И они не должны думать о их регулярной сезоне. Это не важно. Да, это не самый лучший матч сегодня. И поэтому в данной ситуации я думаю, что достаточно проще про него уже забыть. Это был конец регулярки, и теперь все мысли должны быть только АПО. Попросы, уважаемые журналисты. Давайте можем с коллегой из Башкортоста, мы сразу же начнем. Да, можно. Денис Тейпов, Горобзор.ру. Теймо, на ваш взгляд, почему в этом сезоне у вашего Зина не получилось играть с Локомотивом? Как уже коллега подметил, общий счет 1-9, у вас 0 голов. Теймо, пару слов о игре против Локомотиве и вашей линии. Потому что два игрока без пунктов. Почему? Да, это хорошо хоккейская команда. Они поддерживают очень хорошо. Я видел, что у нас достаточно возможностей. Но Бактас не будет. Но, да, они играют хорошую защиту. Но мы не смогли победить сегодня. Горобзор тоже играли хорошо. Я думаю, что Локомотив очень хорошо защищается. Мы создали сегодня хороший момент, чтобы отличиться. Однако Шайба так в ворот и не попала. Поэтому надо лишь над этим работать. Ну и второй вопрос. Многие отмечают, что Трактор самый неудобный соперник для Салавата и Лаева по плей-офф в первом раунде. Вы согласны с этим мнением? Люди говорили, что Трактор – это плохая оператор для вас в плей-оффе. Какие ребята видят вашу оператор? Что ты имеешь в виду плохая оператор? Что ты имеешь в виду плохая оператор? Не в виду плохая оператор для вашей команды. Потому что они играют разнообразно. Что-то такое. Я думаю, что это не важно, кто мы играем. Это больше о нас. Поэтому каждое команду, кто в плей-оффе – они хороши. Поэтому я не вижу разницу, кто мы играем. Никакой разницы не вижу. Я думаю, что совершенно все команды, которые выходят, все команды очень сильные, кто играет в плей-оффе. Поэтому здесь самое ключевое – все будет зависеть исключительно от нашей команды. Тему, если ты говоришь о Тракторе? Да, это же. Они хорошие команды, но и все остальные. Если мы можем держать на своем уровне и играть на своем игре – это самое важное. Я согласен с Юхой. Я согласен с Юхой, что самое ключевое – чтобы мы свои уровни, свои команды сохранялись. И все будет зависеть только от нас. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиакорсет. Первый вопрос для Юхи Мецелы. Юха, скажите, что вам говорили партнеры во втором перерыве? Это первое. И второе. Что было сегодня самым тяжелым? Юха, вы говорили партнеры во втором перерыве и это был самый сложный момент в игре? Я не сказал ничего во втором перерыве. Может, партнеры тоже сказали что-то? Нет, ничего не сказать. Просто focus на последний период и закончить игре. И это не важно, что кто-то сказал. А что было в последний момент в игре для тебя сегодня? Ну, это второй период был тяжелым. Но это было тяжелым, как я играл и как я играл. Но, как я сказал, это было последний период. И результат не важно. И это не важно. Ничего не надо делать сейчас. Ничего особенного мы с ребятами не обсуждали, так перекинулись пары фраз слов. Что касается сложного момента, да, второй период был достаточно напряженный для нас. Агрессивно играл Локомотив, но конкретно сейчас уже не стоит фокусироваться именно на результате. Потому что нам уже абсолютно нужно идти дальше и что-то забыть. От меня второй вопрос для обоих игроков. Скажите, есть ли что-то общее между этой игрой с Локомотивом и домашним матчем? Возможно, проблема в том, что соперник очень прагматичный и, в общем, тяжело с таким справляться. Как вы думаете, есть ли какие-то обычные моменты в этой игре с Локомотивом и домашним матчем? Потому что соперники играли очень эффективно и прогматичные, что вы думаете? Да, это очень много времени, когда мы играли против них. В последнее время у нас было много мужчин, которые были забыли после последнего матча. Это то, что я вспомнил. Но это очень много времени, что я не могу сказать. Может быть, что-то такое же. Они играли сильнее в Уфе и они играли сильнее здесь. Это достаточно сложно сейчас сказать по первому матчу в Уфе, потому что достаточно много парней болело. Но если говорить в общем, конечно, это достаточно сильная команда, которая очень хорошо отвечает. И мнение Юхи, пожалуйста. И Юхи, вы понимаете о двух матчах против Локомотива? Да, это один из лучших команд в Лиге. Это всегда тяжело играть против них. Не важно, если вы в доме или на дороге. Это всегда тяжело играть. Локомотив прекрасно играет в гостях или дома. Поэтому совершенно неважно, потому что одна из самых сильных команд в Лиге. И в данном случае совершенно неважно. Дома мы их принимали и играли с ним в гостях. От меня последний вопрос. Как считаете, что будет самым сложным, самым главным вызовом серии с трактором? У меня все. Спасибо. Что вы думаете, что будет самым важным моментом в серии с трактором? Самым главным вопросом? Самым главным вопросом. Да, самым главным вопросом. Они имеют очень важный игрок, я думаю. И очень хорошие импорты. И я думаю, что это будет самым главным вопросом. Как в каждой серии с трактором. ПК и ПП. И я думаю, что это сделает отличие. Я думаю, что если говорить о тракторе и других команд в том числе. То ключевое это будет игра специальных спецбригад. Что большинство, что меньшинство. У них очень хорошие как раз таки. Поэтому я вот этот момент выделяю тему. Некоторые слова. Да, они имеют хорошую структуру. Я думаю, что они имеют очень важные команды. Это будет, наверное, самое важное в серии с трактором. Да, я соглашусь с Юхой, что игра спецбригада будет ключевой плюс. У старого, который отмечил хорошую структурную игру. Юха, как вы чувствуете? Потому что последние три трех матча был стараться в интернете. Как вы чувствуете сейчас? Как это было? У нас хорошая вратарская бригада. Поэтому совершенно не важно будет играть в плей-офф. А что касается меня, достаточно хорошо. Я смог плотворно отдохнуть и подготовиться к этим играм. Поэтому сейчас все хорошо. Продолжение следует... Спасибо. Ну, начали, мне кажется, Уфа больше владела шайбой. В втором периоде как-то смогли, не знаю, наложить смену. Из-за этого забили первый гол. Закрыли их в зоне, заставили их проброситься. И вторая зона вышла, забил второй по очереди. Зона вышла и забил гол. И, в принципе, забили хороший гол в втором периоде. В третьем периоде, мне кажется, ничего особо не давали им сделать. В целом, по этой домашней серии, что скажешь? Пять матчей, насколько они помогли подготовиться к плей-оффу? И как сам чувствуешь по ребятам, по команде, насколько готовы к серии света? Ну, у нас хорошие соперники были. И в большинстве случаев мы выигрывали. СССР по буллитам только проиграли. Поэтому это хороший опыт перед плей-офф. Такие игры в одну шайбу где-то удержать на счет. Наоборот, надо было отыгрываться. Как с тем сегодня, как с тем. Поэтому, в принципе, не плохо. Давайте перейдем к вопросам. Коллега пресс-центра арены Сергей Курицын, ГТРК Ярославия. Сергей, слушаем вопрос. Алексей, с победой. С завершением регулярного чемпионата. В общем-то, сложилась такая у нас совершенно нестандартная ситуация. Во-первых, Йокерит, команда, с которой Локомотив в прошлом году играл. Опять у нас такое повторение. Во-вторых, полностью домашняя серия. Как вообще отношение такое, что так получилось? Насколько это будет плюс или минус для Локомотива, что придется играть в любом случае все матчи дома? Спасибо. Ну, я считаю, что для нас это хорошо. Тут хорошая поддержка. Сейчас 50% зрителей разрешили. Ну, такая ситуация. Другая сторона. У них другие ограничительные меры. Поэтому от нас это не зависело. Но нам это плюс. По сезону что скажешь про Йокерит? Четыре матчи с ними сыграли? Ну, все игры тяжелые были. Они выиграли здесь две игры. Одна после коронавируса была. Поэтому хорошая команда. Все ее знают. Это возрастная, опытные ребята. Надо также продолжать играть в последние пять игр. Спасибо, коллеги. Есть еще вопросы? Сергей Кулисов, Радио Маякс. Сергей, пожалуйста, слушай. Добрый вечер. У вас на локомотиве 7 шайб. И вы добились этого снайперского результата. И насколько вам комфортно играть с Рафиковым? Вместе уже фактически вас в концовке играли вы с Рафиковым. И как вы подходите? В какой форме? Вот лично вы подходите к плей-офф? Стараюсь в хорошей форме подходить. Надо сокращать количество ошибок. Строго играть в своей зоне с Рафом. В принципе, в сборной мы начали, наверное, первый раз играть на Кубке Первого канала. И сейчас чем больше играешь, тем лучше разговариваешь, договариваешься в каких-то моментах. И все лучше и лучше взаимопонимание. Был ли у вас какой-то такой бомбардирский спор? Потому что очков порвано, по-моему, набрали? Особо нет. Просто все на команду схожем. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, есть Денис Тейп по горобзору. Вы в этом сезоне не дали ни разу отличиться первому звену Салавата. На ваш взгляд, за счет чего вам удалось держать соперника? Насколько вообще внимательно говорили действовать против лучших тройких Хэлл? Ну, старались там разобрать, где-то чуть побольше внимания уделили на собрании. Они стараются много шайб доставлять на пятак, поэтому задание было – клюшки на льду, все от центра, играть и держать. На дальние штанги у них подключаются ребята. Поэтому внимательно в своей зоне. И, соответственно, если получается с шайбой играть, то лучше держать ее в чужой зоне. Поэтому вряд ли они забьют из своей зоны. Коллеги, еще вопросы? Больше вопросов нет. Алексей, спасибо. Удачи, пожалуйста. Спасибо.